Ну что ж, мы находимся в аэропорту Савдиньи, и что мы делаем, накидаем в Савдиньи? К сожалению. Но на этом наши приключения не заканчиваются, потому что что? На Рим! Все, приземлились, вышли из-за торта, купили себе отроездные все виды торта. Так что все, я уже не могу дождаться, хочу что-то посмотреть, у меня такое настроение проснулось. Чувствуешь этот запах Рима? Ну, пока... Пока не очень, да, пока не очень. Забрели мы... это на вокзале, да? Это на дорожном вокзале. Да, на какую-то очень-очень длинную столовку. И мы решили... Да? Да. И сейчас мы ищем, что мы можем поесть. Итальянцы пьют кофе, а мы едим как на хоккорке. Капучино и гамючино. Так, все. Ну, давай свою штучку. Постой свою штучку. В общем, мы не знаем, как это называется. А там и мясо... Да. Там и мясо, и сыр, да, ты сказал? Да. Я тоже хочу попробовать. Давай. Ой, ничего. Нет, тут краса нет. Нет. Я сказал, meat or... Ну, сыр какой-то, да. В общем, эта штука оказалась очень вкусной. Это рис, мясо и сыр. Игорь, давай покончи с ним. Этот чувак, он постоянно кричит капучино. И я все время хочу заснять это капучино. А он как-то зло ничего не говорит. Ну давай, капучино. От скотинята. Мы вышли в город. Сейчас поедем в Колизею. Посмотрим и потом на нашу экскурсию едем. Да. Мы вышли с Игорьком на площади Венецы и уже немножко подопедели. Сейчас мы вам покажем, какая здесь красота. Мы пришли на площадь Венеции, да? Мы пришли на площадь Венеции, да? Да. В общем, мы немножко в шоке от этих масштабов. Мы когда смотрели картинки, это красиво, но не так величественно, как на самом деле. Поэтому вот это тот случай, когда нужно увидеть в реальности. Но мы вам сейчас все покажем детально. А тут все вздоровенное. Такое ощущение, что это какой-то музей флагов. Вот тут одни флаги. И тут флаги. Венец. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «I've ached your city» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Их тут постоянно кормят и можно наблюдать как они ходят Вот один из них Рыжик ходит Так как мы фанаты котов Естественно мы не могли такой Вам не снять А сейчас мы после экскурсии Идем кушать и отдыхать Потому что мы ужасно устали Ну и действительно нам как бы все понравилось Но нужно идти отдыхать Что нравится в Риме, что здесь везде есть вот такие краники С водичкой Где можно попить Вот это действительно крутая штука То есть если вы не хотите тратиться на воду Просто берете с собой стрелочку Еще хотелось бы два слова сказать про сам город То есть вот отличительная черта этого города В том, что здесь практически на каждой площади есть фонтан Такой город фонтанов И есть ощущение Знаете, вот город Думы Вот так О, где нам еще на 10-ти там встретиться До фото Уже полчаса как хотим кушать А они все фоткаются и фоткаются у этих стен Не знаю, что мы с ними решили встретить Ира, внимание, ты попала в наш блог Поэтому теперь у себя в сторисах Ты, короче, ссылку на наш блог кинешь А, вот так, да Чтобы нас посмотрело хотя бы 20 тысяч Это сыр, но на вид как суши Мы набрали мясо Не знаю, зачем, но мы сходили в самый такой спальный район В Гриме Вот типа какой-то обмен старый Зашли в мясную лавку и там набрали Хочу себе мясо, сыров Ну что, типа, будем все кушать и пробовать Ну, кстати, мы попробовали там все Нам все дадут пробовать Пока они даже не покупают Что? Что? Что это? Софи Палка от Игоря? Ну, все, сегодня был день очень насыщенный Покетили, все достаток замечательно Погуляли с нашими друзьями И все наши заболели И я могу сказать, что тут подъехать Утром началось у нас, как обычно, пробежочки на экскурсию Вышли мы как бы заранее, чтобы не спешить А оказывается, там какие-то шли ремонтные работы И все автобусы просто остановились Теперь мы идем пешком до нашей экскурсии В общем, мы поняли, что здесь не самая лучшая развязка по городу Потому что тут всего три ветки метро И если тебе нужно куда-то добраться Нужно тебе сначала на автобусе Потом на метро, а потом еще непонятно на чем И это настолько неудобно и некомфортно Вот это пересаживание Что мы прям аж за нервничали, когда сейчас бежали на эту экскурсию А ты на теле метро здесь, из-за того, что тут куча офисных находок Они копают, что-то находят, останавливаются копать и изучают И вот поэтому так все долго и строится Обжирающий гид нам рассказывал Ну и показывал еще из-за этого города, что на самом деле здесь сам город еще 4 метра вниз идет То есть его до сих пор встопают и до сих пор находятся эти улочки, здания и так далее То есть мы, по сути, уже как на костях Старого Рима находимся Ну, в общем, да Ты Ватикан? Все, пошло! Здесь икаем границу нового государства Под названием Ватикан Сейс-контролька в аэропорту 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да Субтитры сделал DimaTorzok Прослушала всю эту экскурсию В общем и вот этот рассказ Но это было безумно интересно Поэтому если не идти в Ватикан А Ватикан мне кажется Все-таки стоит по сети То обязательно возьмите экскурсию Обязательно В Севастинской капелле Кстати нельзя никак снимать То есть мы немножечко С подтишка сняли Потому что там сдаешься подбегает охранник Могут тебя выгнать Ну как бы Тишка там в том Чтобы ты пришел и это смотрел А не фотографировать И книжки ты там можешь посмотреть Но мне Меня поразило то Что все эти библейные Марифтуры Вот у них Вот это Сидиут эффект 3D Ты смотришь вот так наверх И тебе кажется Что вот эти фигуры Они Как будто они свисают Это очень необычно Вот на картинке Ты этого никогда не поймешь Что это не ощущаешь А в реальности Ну очень прикольно Но Когда идешь в Севастинскую капеллу Лучше все таки Немножечко подготовиться Потому что там Вот каждый Каждый апрельска Это рассказ Какой-то библейский рассказ Если ты Вообще ничего не знаешь Из Гиблии То будет Немножечко А нам рассказали И вы все поняли Сделяет свет от тьмы Именно свои фигуры Сделяет Второй день Создание светил Солнце и Луна Самое известное Кажется Создание человека Либо вот здесь Либо там покрупнее Бог творит Адама По своему образу И подобию Фигуры их Одинаковые И когда их руки Соединятся Вот чрезвычайновения Человек получит Бессмертную душу Я очень часто Только руки изображаю Телефон Нокия У всех была Нокия А мы сейчас еще ходим Гуляем По собору Суперного Петра Очень большой собор Короче Сколько масштабы Можно снизить Кстати тут даже есть Чезлов Геона Павла Второго Да Вот этого Недавнего папы Ну Кстати Меня очень удивило Что уже прошло 5-4-5 лет С момента Как выбрали Нового папу Просто я помню Показывали Это только Редису И сейчас Все ослабило На мысли Блин Уже лет 5 Прошло с момента Можно в это Вообще поверить Ну Как вы Ставли Как удачно Подошли Вот вы Спросите Логичный вопрос Ну Как бы Мы там уже были Во Франции Там В Испании В Италии Были Там Как бы Раньше Да В Милане Венеции Вы спросите А зачем мы опять Поехали в Италию А мы туда В другую страну Наверное Поехать Ну Как бы Для развокации Мы поехали В страну Ватикан Так что Еще одна страна У нас К счету Погуляли по собору Вышли на площадь Селёго Петра Вот Сзади нас Там Это надо Пойти Показать В очередь Тянется Сейчас скажу Вот Отсюда Желательно Уже достать И вот так Вся очередь Тянется Тянется Вот Сюда И вот Вот это вся очередь Ватикан Но если вы с экскурсией Вас бежете Да Ну просто С гидом Бежете Все Гуляем по площади Папа уже Сегодня Выступал С утра Вот Отсюда Ну все Отдыхайте Домой Домой Так Сегодня мы пробуем Все мы пробуем Деликатация Точнее Это не деликатация А просто нарезка По-римски Зашли В местный Магазинчик Где На Ну Вчера Друзья Где нарезают Мясо Там Ну Как Типа Как Для местных Жителей Мы будем пробовать Взяли Разные Мяса Сыры Много Взяли Сыров Попробовать Будем Сейчас Кушать Их Наслаждаться К нам Неожиданно Забрило Кошечко Юля Тут Подкармливает Ауч 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 Ну и коготки Смотри 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 Ух ты мой У нее такие коготки Мы сейчас находимся На мосту Святого Ангела Короче Я думаю Что многие Смотрели Фильм Ангелы и Демоны Вот мы с Юлей Очень любим Этот фильм Так Короче Вот тут По этому мосту Ну Бежал Бежал Там Герой Этот Один И потом Следующий Кадр Это Вот эта Вот Скульптура Наверху Это Мой Любимый Кадр Вообще Из Фильма Когда Вот Ее Показывают Скульптуру Сейчас Покажу Этот Кадр Я Когда Мы Искали Объекты Ким Их Тем Посвятите Время Я Увидел Ну Думаю Зам Стой Ангел Ну Так В целом Ничего Интересно Потом Увидел Скульптуру И вспомнил Этот Кадр Из Фильма И Думаю Так Точно Ради Этого Стоит Прийти Вот Обязательно Сюда И Мы Вечером Выбрались Посмотреть И Мне Так Понравился Продор Что Я Захтел Пошел Посмотреть Прям Замок Что 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 Продолжение 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 У меня же состояние так поднялось. Юля последний мир меня поднял. Он говорит, Игорь, там дождь идет, пошли погуляем. А что такое? Он говорит, хочу мороженое. В итоге купили целый бочонок мороженого. В общем, нам с Игорем не везет на итальянскую кухню в Немен. То есть все, что мы не ели, это все было плохо. Но мороженое, оно, да, как еда, действительно очень вкусное. Я не знаю, какое-то лицо. Идем. Потому что я уже чувствую, что едаюсь. Спасибо, ребята. О, орел Квейл. О, беру, еда. О, беру. Уит. 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 Мы зашли в галерея современного искусства и нашли одну из моих любимых картин, она находится в Орге, это французское восстание. А тут эту картину сделали видеорепродукцией. Котя, это не арт-объект. Как-то побывали мы в музее современного искусства. Пять раз говорю, что это очень интересно, нам в принципе очень понравилось, но там есть и жуткие картины какие-то странные, а есть и очень даже классные. Да, Игорь увидел как две подвешенных лошади и каждый раз обходил этот зал маленький. Идем, идем, а Юля все смотрит, фотографирует. Потому что я ему объясняю, что если жестокость есть, то это не значит, что мы ее не занижаем. Да, но это был достаточно интересный опыт, больше веса не вернусь. Вот мы у фонтана травеем, будем кидать сейчас монетки и закинем, потому что расстояние тут все. В общем, мы только что шли и говорили о том, что если бы мы тут жили, у нас не было денег, мы бы приходили очень вылавленные и небренькие. Но оказалось, не все так просто, и сейчас тут все будет. Здесь вообще забор, и так просто тут все еще не пойдет. А еще мы думали, что придем пораньше, и здесь будет меньше людей. Нифига. Значит, мы выполняем обязательную форму, которую должен выполнять каждый турист, который приехал в Брим. Значит, можно кинуть монетки в фонтан Треви. Ну, там есть, в зависимости от того, что вы хотите, можно кинуть одну, две, три или четыре монетки. Ну, естественно, если да, как просто все мои желания, то там будет вариант номер четыре, там, где стать побогаче. Поэтому у нас четыре единички, у нас не оказалось, к сожалению, украинской монеты. Мы решили выбрать евро, но все единички. Чтобы быть евромиллионерами, да? Да. Значит, нужно кинуть правое руку и левое плечо там. Сейчас, подожди. Ну что, получится? Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Да? Да. Да? Да. Да. Ты, по-моему, в глаз Нептуна попал. Да. Да. Четыре нужно кидать. Так, все, я уже тоже свои взял. Поехали. Так, как вы поняли, он любовь свою уже встретил, женился. Так, все, давай, Эмилионер. Давай, 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 давай. Да, попал. Ну что, Юля, как бросание монет? Ну, я теперь поняла, чтобы желание сбылось, надо, чтобы все четыре монетки не попали на занятие. Да, но дело в том, что я не уверена, что они не попали. А кто говорил, что желание легко выполняет? Ты чуть руку не подвернула, чтобы попыталась так... Да, я чуть ее сама не выбросила, так сильно просто закидывала. А многие, видишь, не кидают через плечо, просто прямо легко кинуть. Да. Наше путешествие по Риму закончилось сильным дождем и грозой. Мы чуть-чуть намокли, набрали себе еды, идем в гостиницу уже, будем отдыхать перед вылетом и ночью уже улетаем в Одессу. Мне немножко грустно, мне всегда грустно от туэта уезжать, но, если честно, я очень соскучилась за домом и за котом. Так что голландец, жди нас! Это было, кстати, самое длинное наше путешествие. Да. И уже мы прямо забыли, что там дома происходит. Надеюсь, это будет все. Так что мы возвращаемся в реальность. Да. Пока. Ну а для вас, концовочка. «Законка» From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...